Всем привет, друзья! Добро пожаловать в Море Воров, в этом ролике я вам расскажу, как получить сет Спартанца. В игре просто огромное количество скинов. Если ты только начал играть в эту игру, тогда тебе были интересны даже просто черные паруса. Еще даже год назад никаких бесплатных сетов не давали игрокам, тем более таких крутых, как Спартанец. Что же нам нужно для того, чтобы забрать этот сет? Для этого нужно с 24 числа зайти просто в игру, и вы получите этот легендарный сет на корабль. Ну а сейчас разберемся подробнее, где он находится, как его найти, насколько круто он выглядит и насколько он удобен. Когда вы заходите в игру, нам нужен корабельный ящик, подходим к нему и нажимаем на F. Например, я заядлый игрок, у которого очень много скинов, и я просто не мог разобраться, где у меня это все находится, дали ли мне этот скин или нет. Обычно новые скины дают в самую последнюю очередь, в самый последний слот в инвентаре. У меня его не оказалось, и я стал его искать. А выбираем носовая фигура. И здесь мы видим носовую фигуру типа Спартанец. У тебя он 100% тоже есть. В отделке корпуса также он присутствует, так что ставим его тоже на корабль. Паруса типа Спартанец. Обязательно ставим штурвал из этой коллекции. Мы хотим красиво пострелять, и без пушек здесь не обойтись. Ну и последнее, что украшает наш корабль, это, конечно же, шпиль типа Спартанец. Его тоже ставим на корабль. Наступило утро, восходит солнце, и мы видим свой новый корабль типа Спартанец. Остается только спустить паруса. Давайте уже скорее посмотрим, как он выглядит во всю величину. Вот такой вот вид имеет корабль. Он очень яростный и красивый. И если ты новичок в этой игре, к примеру, сейчас скидки в Стиме, и ты заходишь только в игру, ты уже можешь его получить. Так что ты будешь самым неотразимым новичком. Носовая фигура, как и весь сет корабля, это из игры Хава. И когда-то он был очень дорогим, и все его желали. Он был настолько редким, что не было практически ни у кого. Но сейчас это раздают бесплатно, и у нас есть шанс поплавать на этом прекрасном скине. Мы посмотрели корабль снаружи, именно носовая фигура и корпус корабля. Теперь мы рассмотрим пушки, якори, штурвал. Для начала начнем со шпиля. Мы видим деревянную вставку. Все это закреплено металлическими пластинами. Рукоятки обмотаны тряпкой. Ну и, конечно же, с самого верха немножечко золота. Штурвал также очень красив, и подойдет для самого красивого капитана в этих морях. Он выполнен также из дерева. Мы видим на нем металлические вставки, синие обмотки на рукоятках, немножечко добавили золота, и, конечно же, синенький камушек на самом верху. Пушки состоят из таких же частей, как и весь корабль. Это золото, дерево, обмотки и металл. Со стороны они выглядят очень круто. Можно посмотреть отсюда. Можно полюбоваться на них сверху. Если они тебе очень нравятся, можно смотреть даже так в подзорную трубу. Но что происходит, когда ты встаешь именно за эту пушку, чтобы пострелять? Помимо красоты, она очень неудобная, и к ней нужно очень долгое время привыкать. Она очень массивная и широкая, и навряд ли ты с нее будешь каждый выстрел попадать. Для сравнения, давайте постреляем немного, и поставим другие пушки. Берем наше ядро и заряжаем в нее. Ядро заряжено, готовимся к выстрелу. Мы совершенно не видим ядра. Заряжаем еще одно ядро. И также стреляем. Вообще ничего не видно. Теперь я предлагаю поставить другие пушки, например, на которых катаюсь постоянно я. Пушки называются сорочекрыло. Эти пушки выглядят вот так вот. Они короткие и узкие. Также берем ядро и заряжаем в пушку. Мы уже видим, что она намного уже, и с нее приятнее стрелять. И не то что приятнее, а даже удобнее. Делаем первый выстрел. У нас больше обзора на полет ядра. А это значит, что мы будем попадать чаще. Заряжаем еще одно ядро и стреляем. Даже малейший визуальный эффект вам поможет для стрельбы. Какие именно пушки использовать, это ваш выбор. Я, например, привык к более узким и маленьким. К примеру, это пушки сорочекрыло, стандартные пушки, либо пушки озноба. Ну и на этом все про сет Спартанца. Спасибо большое за просмотр. На связи, как всегда, Мурма. И пока-пока.